Всем привет! Сегодня хочу вам показать отчет по моему процессу. Это вот такой леопард. У меня коротенький сюжет снят об этом леопарде. Девчонки спрашивают, что это за сюжет. Девочки, у меня есть видео, обзор этого набора. Это авторская схема Александры Токаревой. Я уже оставляла ссылки, где можно купить эти сюжеты. Но я под этим видео тоже продублирую ссылочки. И еще оставлю ссылку, где проходит конкурс. Если у вас есть работы Александры Токаревой, то вы можете участвовать в конкурсе. Но я, к сожалению, не успеваю участвовать в конкурсе, хотя очень-очень хочу. Сейчас покажу, как продвигается мой процесс. На самом деле, продвижения смешные. Казалось бы, да? Казалось бы, смешные. Вот так. На первый взгляд. Очень-очень мало вышито. Причем это не по всей ширине. Здесь у меня 140 клеточек. То есть, здесь 14 квадратов. И еще будет 14 квадратов. То есть, получается, что по ширине 280 крестиков. Вниз еще длиннее. Но здесь вышивка не крестом, конечно, бисером. Смотрите, да? Вышито немножко. Но на самом деле, здесь у меня вышито больше, чем 1 квадрат. То есть, 14 квадратов – это 1400 бисеринок. Вот здесь вы видите 1400 бисеринок. На самом деле, по виду не скажешь, да? Я, кстати, думала делать отчет или нет. Но потому что вы видите, да? Тут все вышито черным цветом. Здесь очень много черного цвета. В предыдущем видео я показывала сколько. Кстати, в конце я оставлю вам ссылочку на то первое видео, где полностью обзор набора идет. Еще такой вопрос был, что дизайнер из Украины. Откуда высылаются наборы? Из Москвы. То есть, пересылка здесь идет по России. То есть, вот с этого сайта вы получаете посылочку из Москвы. Вот смотрите, да? Сколько черного цвета. Я хотела начать от середины. Разметить середину и вышивать рядами в одну сторону. Потом нужно будет развернуть и вышивать в другую сторону. Но я честно скажу, вышивать в другую сторону я не умею. Может быть, у меня бы и получилось. Но я люблю вышивать так, как я люблю вышивать. В общем, я опять выбрала свой любимый способ вышивать рядами. Я сюда продолжу, но я просто еще не разметила. Здесь в наборе идет вот такой маркер. Вот видите, написано, вот Айр, он исчезает на воздухе. То есть, долго разметка не держится. Можно разметить квадратик и все, и разметка исчезает. Если честно, я не хочу каждый раз считать клеточки. Я люблю делать полную разметку. Здесь полная зашивка. Как вы видите, разметку абсолютно не видно. Я проверила, и поэтому взяла свой любимый маркер, вот такой ватар, который водой смывается, и стала им размечать. Девочки, многие говорили, что бисерные работы они стирают. Но здесь есть немножко золотого бисера. В принципе, стирать я вряд ли буду эту работу. Единственное, я не буду вот так жирно рисовать квадраты. Это я для начала разметила, потому что, ну, как начнешь, да, вышивать, как пойдет это дело, или как по маслу, или будет застопоряться. Поэтому, думаю, начну я уже по своему любимому способу, а потом просто буду отсчитывать и вот так точечки ставить. Ну, то есть, пересечения. Но, все-таки, вот этим маркером мне работать удобнее. Конечно, с бисером лучше работать вот этим маркером. Но, если бы работа не была такая объемная, можно было бы вот этим исчезающим маркером. Я очень боялась, что я перепутаю, сколько штук нужно бисеринок. И если я сейчас собьюсь, то потом у меня рисунок никак не сойдется. Как я буду пересчитывать вот эти бисеринки, пока дойду до конца, да, 28 квадратов. Но мне очень сложно. Я боялась ошибиться. И поэтому вот так начала вышивать. Меня спрашивают, как пришивать бисеринки. Вот здесь я использую монастырский шов. Вот так маленькие узелочки делаю. В конце этого видео я обязательно вам покажу, как я вышиваю бисером вот именно в такой технике. Еще есть круговая техника. Тоже я вам такое видео обещала снять. Но, девчонки, не хочется говорить о проблемах. Но одной рукой мне сейчас сложно это делать. Вот, поэтому обязательно я сниму такое видео. Сегодня постараюсь вам показать, как я пришиваю. И также хочу показать, какой я использую способ. Вот здесь стыковки. То есть, если здесь идет другой лист. Многие девочки говорят, что вот здесь получается прореха. И стыки видны. У меня стыки не видны. Я вам покажу, как я этого добилась. Вот в этом видео все вам постараюсь рассказать. Сейчас хочу вам показать про организацию процесса. Вот такие здесь органайзеры уже шли в комплекте. И я начала насыпать бисер по номерам. То есть, я его сначала начала насыпать. Насыпала, насыпала. А потом думаю, ну сейчас мне нужен только черный бисер. Я пока не буду на это тратить время. Я насыплю, когда у меня пойдут цвета. Поэтому я взяла вот такую чашку. Крышечку от коробки. И насыпала туда черного бисера. И сижу черным бисером вышиваю. Главное, чтобы я не сбилась в количестве квадратов. В общем, пока организация моего процесса, как видите, очень легкая. И я могу вышивать полулежа на диване. А вот когда у меня будет очень много бисера, тогда я буду вышивать только на столе. Либо мне нужны будут липкие коврики. За столом мне вышивать тяжелее. У меня нет так оборудованного места такого, чтобы спина была расслаблена. Пока я никак не могу нигде пристроиться с таким большим процессом. Ну, вернее, вот на этом этапе мне нормально, легко. А дальше посмотрим. То есть раньше времени говорить не буду. Я скручиваю в рулон. Вот так я скручиваю в рулон. Все бисерные работы я вышиваю именно так. Они у меня скручены вот так в рулон. И вот так я вышиваю. А когда здесь уже будет вышита большая часть, я с этой стороны тоже скручу все в рулон. Если будет разматываться, закреплю биндерами. Так я привыкла вышивать. Многие девочки вышивают на пяльцах, на раме. Но, когда я начала вышивать на пяльцах и на раме, первые мои вышивки, очень была вышивка стянута. А вот сейчас, как вы видите, она более-менее ровна. Потому что, когда я вышиваю вот так в два прокола, у меня получается менее стянутая работа. А когда я вышиваю вот туда и обратно, то у меня получается вышивка стянута. Потому что вот здесь перемычка идет шире. А когда в два прокола вот так я вышиваю, то там перемычка получается уже. Я, девчонки, уже сравнивала и поняла, почему у меня стянута. То есть вот такой способ вышивки в два прокола для меня самый идеальный. Я не могу вот так вышивать туда, потом обратно, и у меня все стягивается. Вышиваю я в две нити. Вот, видите, в две нити. Хотя бисеринки можно пришивать в одну нить. Нить крепкая, никуда она не денется. Главное, что первую бисеринку нужно пришить два раза. Но по привычке я вышиваю в две нити, делаю узелок. И когда делаю узелок, потом протаскиваю вот так вот между нитками. У меня уже 100% бисеринка никуда не выпрыгнет. И узелочек у меня не выпрыгнет. В общем, я сейчас покажу, как я это делаю. Конечно же, вышивать рекомендуется без узелков. Но я показываю свой способ, которым я вышиваю много лет. Вот, я вот так делаю один маленький узелочек, вот такой. Вот, видите, его практически незаметно. То есть, это небольшой накрученный узел. Это вот такой вот совсем маленький, еле заметный узелок. Конечно же, можно пропускать вот здесь вот между бисеринок кончик. Можно его прятать. Но я, честно, не вижу смысла этого делать, потому что я буду оформлять, и вся эта сторона будет закрыта. На ощупь, на ощупь совершенно не чувствуются эти узелки. Я вам сейчас заодно покажу, как стыковать два листа. То есть, вот здесь будет второй лист. И чтобы здесь не было прорехи, покажу, как я пришиваю. Нам нужно начать не вот с этого, следующего крестика, а с предыдущего. То есть, сначала нужно закрепить предыдущую бисеринку. Как я это делаю? В принципе, так же, как и я ее пришивала. Сюда закрепляю. Так, надеюсь, у меня получится ловко на вытянутых руках. У меня очки плюс. И когда я далеко руки отвожу, мне плохо видно. Я через объектив камеры смотрю, поэтому это у меня не так ловко получается на камеру. Когда я вышиваю без камеры, конечно же, ловчей. В общем, вот сюда вывожу я нитку. И обратите внимание, я между вот этих двух нитей иголку пропускаю. То есть, тем самым у меня нить не выпрыгнет вот туда наружу, ни узелок у меня не проскочит. Я всегда так делаю. Именно поэтому я люблю вышивать в две нити. Потому что одной нитью нужно было бы закреплять два раза бисеринку, завязывать, либо пропускать. Ну, в общем, я не заморачиваюсь. Я делаю вот так. Так, теперь выводим наружу. Вот смотрите, я раньше вышивала по принтованной конве. Вот на такой конве мне сложно вышивать, потому что я, бывает, сбиваюсь. Вот я могу сбиться, где у меня идет ряд. В общем, мне нужно пересчитывать и четко видеть, где у меня ряд и не пришита бисеринка. Я могу этот ряд пропустить. Ну, вот сейчас, вот видите, да, вывожу вот сюда, в левый верхний угол, который ко мне направлен. Вот так у вас тоже это будет, верхний левый угол. Теперь беру бисеринку. Дело в том, что вот сейчас у меня черный бисер, и мне легко вот так иголочкой брать бисеринку. Когда он у меня будет насыпан по цветам, то мне придется левой рукой брать. Но пока левая рука у меня не рабочая, и мне вот классно вышивать вот этим черным бисером и вот так его из чашки брать. Но пока я приступлю дальше, уже все у меня с рукой будет нормально. И как раз там не страшно уже. Можно будет помогать второй рукой брать цветной бисер. А сейчас вот я кайфую, что мне нужно пришивать большое количество черного бисера. Так, в общем, вот так я беру работу. И теперь нам нужно нитку вот так по диагонали, видите, расположить бисеринку. Вот, вот сюда. И выводить нужно в левый нижний угол. То есть не вот так наискосок, потому что начинающие девочки многие вот так наискосок выводят. Нет, вот так ровно нужно вывести. Бисеринка ложится по диагонали. Дальше берем еще бисеринку. Этот шов монастырский называется. Также вот так в правый нижний угол и выводим в левый нижний угол. Вот так ложатся бисеринки. Как раз сегодня мне задали вопрос под этим набором. Не получается ровно пришить бисер. Вот если вот так его пришивать, он ложится достаточно ровно. Сильно затягивать нить не нужно, иначе будет канва сильно перетянута. Вот при таком способе у меня меньше всего получается стянута канва. Я тоже уже перепробовала по-разному. В общем, каждая вышивальщица должна найти свой способ. Кому-то на станке удобно. Я маленькие работы на пяльцах вышивала, у меня тоже получается стянута. А вот так, когда я держу в руках, не стянута. Я когда-то в нашем оренбургском магазине зашла, маленький отдел был, и там продавец сидел, вышивала, девушка была, вышивала бисером. А я тогда еще не умела вышивать бисером. И я у нее спросила, как вышивать. И она говорит, я могу только вот так вышивать на руках. Я не поняла, зачем на руках, когда есть пяльцы. И в общем, первые мои вышивки были на пяльцах, и они были очень сильно стянуты. Мне вчера скинула девочка скрин, набор отчеривно мыть. У нее сильно стянута канва, она говорит, не знаю, что делать. На самом деле, в багетной мастерской вам натянут. Отчеривно мыть часто бывает стянуто все. Вот, видите, вот так получается. В общем, я иду в эту сторону до конца, потом разворачиваю работу и шью точно так же. То есть, тем же самым манером я иду назад. Вот, видите, даже через камеру все-таки более-менее получается ровненько. Хотя, я говорю, на камеру вышивать очень сложно на вытянутых руках. И вот, как видите, вот здесь нет прорехи. Потому что я начала вышивать с предыдущей бисеринки. Получается, что мы ее прошили два раза. Вот такой вот мой способ. Я с вами делюсь. А вы уже для себя выбирайте такой, какой вам нравится больше. И еще вот такой нюанс. Почему я новичкам советую вышивать все-таки в две нити. Вот так, как я сейчас это делаю. Потому что, если вы вышиваете в одну нить, то у вас второй хвост вот здесь вот висит. Опытная вышивальщица может вышивать так, чтобы этот хвостик не прыгнул. Но ко мне приходили два человека, которые просили научить их вышивать. Вы не представляете, целый час они мучились, чтобы пришить одну бисеринку. Они вытаскивали нить, и у них выпрыгивал этот кончик. Ну, то есть, они очень сильно тянули. Это мы уже знаем, да, вот чувствуем, сколько натянуть. Но новичкам некоторым сложно. У кого-то прям с первого раза получается вышивать, у кого-то нет. Ну, вот для новичков я все-таки советую вот такой способ. А потом вы уже попробуете разные. Ну, вот я умею вышивать разными способами. Но все-таки этот у меня прижился лучше всего. Он у меня так и остается любимым моим способом. Ну, в общем, вот так продвигается моя работа. Первые 1400 бисеринок. Даже больше. Здесь вот еще есть один ряд. Даже больше. Ну, на самом деле, незаметно. Я вот сейчас сюда буду продолжать. Представляете, следующий отчет будет следующие 1400 бисеринок. Ну, да, я чувствую, что отчетов будет много. Хотя, знаете, что я думаю? Я эту работу в следующий раз буду вышивать с вами в трансляции. Я сделаю демонстрацию экрана. У меня уже была такая трансляция. И мы с вами вместе будем вышивать. Мне не нужно ничего считать. Я размечу квадратики и буду с вами сидеть, болтать и вышивать. Я думаю, что и вам, и мне будет интересно. Весь процесс я складываю в эту коробку, в которой был упакован набор. Он у меня вот так хранится. Когда начинаю вышивать, достаю. А потом опять все складываю в коробку. В общем, на данном этапе отшива я не столкнулась еще ни с какими сложностями. Ну, понятно, схема очень простая. Но, в принципе, тут и так схемка очень легкая. Дизайн я выбирала, потому что у меня мало животных. Я выбрала такой дизайн. Но вообще я выбрала его Тимур. Я уже об этом рассказывала. Я люблю павлины, цветочки, каких-то спящих кошечек. Но для разнообразия вот такую работу решила вышивать, потому что на нее положил глаз Тимур. Он не обращает внимания на мои вышивки, но этот леопард ему очень понравился. Хотя, в принципе, я многие сюжеты вот такие с животными считаю немного агрессивными. Хотя, смотря как, да, рассуждать. Никого он здесь не разорвал. Как вот есть, да, сюжеты охота. Там охота, там животные дерутся. Я такие сюжеты не люблю. Но здесь вроде как он один, да. Он вроде как никого не трогает, но в то же время предупреждает. На самом деле я хотела павлинов, которые сидят на ветках и на дереве. Вы можете посмотреть, там на сайте много разных сюжетов. Там на любой вкус есть сюжеты. Ну вот Тимур смотрел, говорит, ого, какой леопард. Ну, в общем, теперь в нашей коллекции вышивок будет леопард. Я уже смеюсь, говорю, значит, это я вышиваю тебе в подарок. Сам напросился. Все, на этом я видео заканчиваю. Большое спасибо за просмотр. Всем желаю удачи. Не забудьте поставить лайк этому видео. Всем пока-пока.